и фейсбук там юра нас когда я сделал хорошо запись пошла так точно но спасибо все всем добрый день за губинс продолжаем изучение принципов веры рамбом а мы сейчас на втором принципе и пытаемся понять исходя из марины вухим что же такое единство которое нет подобного ему рамбом делает неожиданный ход он связан с единство всевышнего с отверенностью мира не и также с интересностью с нематериальности для него это вещи которые значит он ставит как сонима через запятую и все рамбом упирается в доказательство что же доказать для него это не аксиома для него это теорема что мир был сотворен и так мы говорили что мы не будем мечом никого разить не будем никого убивать кто не верит что в мир сотворен рамбом исходя из того что человеку нужно доказать что мир сотворен и соответственно что есть божество есть бог церковь в средневековой европе прошла ровно по обратному пути всех кто не соглашался сюда гматами убивали и поэтому когда пришло новое время то люди ровно ответили и отомстили значит да тем кто насильно значит загонял людей веруковская церковь хотя уже тогда были сомневающиеся то вот французская революция пришла и священников там убивали вешали в церквях церкви закрывали по сей день франция современные одних самых светских государств западной европы вот так вот перегнув в одну сторону заставляли людей насильно в какие-то религиозные догматы верить участвовать потом это укласс ровно через несколько сот лет ровно в обратном в обратную сторону поэтому опять таки для рамбом а важен путь доказательств логических доказательств опять-таки используют все методики древнегреческие и мы говорили что логику называют искусством так мы говорили также на прошлом уроке что рамбом делать очень неожиданный трюк доказывает от противного правильный же метод на мой взгляд это путь доказательств не придерживающийся мнению когда существует бог это его единственность да что он один и не телесность метафизичность доказывается путем философ путем который опирается на утверждение вечностью мира рамбом говорит окей пойдем равно наоборот мы хотим доказать что мир был обновлен или со дворем будем исходить из противного будем исходить из того что мир существует вечно так предполагали древнегреческие философы это не значит что я придерживаюсь этого убеждения что мир вечер рамбом этого не придерживается на он используется как методика методология или я соглашаюсь с ними в этом но именно на этом пути можно утвердить доказательство обрети полную обрести полную определенность относительно трех внутренних вещей трех внутренних вещей это опять таки сотворенность мира единство бога и его нематериально то есть это существование бога единство материальность чтобы человек сам внимание сам за него кто-то дядя чек сам вынес решение вечными ресурсов и если ты принадлежишь к тем кто встречал митакалимов это калим это исламские рационалисты которые пытались тоже в рамках своей религии обосновать определенные истины на которые вам частично согласен как итог но не как путь то нам если взгляд доказательства нет ты принимаешь утверждение странности мира от пророков полагающих авторитет в этом не отвердая один из путей такой вот религиозной апологетики и у евреев тоже заключается в том что была такая вещь как пророчество нам имеют книги пророков прочистами смысле что человек там какая-то бабка ванга там сидит и предсказывает там через год и через десять будет то-то и то-то для этого это может быть чек гораздо более низкого прочиста именно как элемент общения со всевышним то есть если человек общается со всевышним значит и всевышний это логика которая здесь лежит да поэтому рамбом говорит что если ты через тезис о пророчестве готов принять теорему о существовании бога это окей это 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 можно тем не менее он опять рекордом откладывает принцип о пророках прочисты на середину своего принципа меня самого начала до него это не очевидно и не так главное тебе же следует знать что сладок установлены в теме кто занимается основами для обоснования соблюденности мира то есть мута калимами разными философами рационалистами всех времен народа содержится превратная картина мира больше не меньше срамом отвергает мы уже дали большинство логических путей доказательств как светских философ так и любезных философов мута калим на арабском он даже пишет перевернутая картинами ровно наоборот и извращение изначальных порядков вы тебя как только об этом то слышишь дальнейшем то я должен буду изложить их постулат и способы аргументации чтобы понять что неправильно в этой вот рациональной философии как древнегреческой так и исламской я вынужден буду тебе мы прочтем это и попытаемся понять изложить их основные вот теоремы и пути доказательства что же касается моего пути правда то он так вот как я опишу тебя теперь в общих чертах я говорю мир неизбежно либо вечен либо возник во времени здесь то что важно рамбом опять-таки дает некую аксиому которая отсекает другие варианты обычным герем из два варианта потом восстаться с 3 4 даже 5 здесь опять-таки возможно такие середины компромиссные варианты то есть или мир вечен или мир со царем третьего не дано это то что нам надо если же мир возник во времени то без сомнения есть тот того создал творец то что мы и говорим ибо это первичная упостигаемая истина то есть истина которую можем понять своим ограничен человеческий максимум и причина возникновения этого мира есть божество бог опять таки рамбом постадим спаршель для кого-то такой штрам вам проверить только рамбом пишет вообще-то для всех и поэтому он пишет божество и лукут в самом общем понятии чтобы и не игре мог создаваться с его текстом чтобы он был так для себя что есть бог если же мир вечен теперь рассмотрим обратную установку если же мир вечен то необходимо согласно таким за таким-то доказательством что есть нечто сущее отличное от всех телесных сущностей мира у которого нет ни тела и телесной силы и она едино постоянно и вечно у него нет причины невозможно чтобы у нас это и есть божество рамба приводит фантастическую значит картину как ни крути приходим божество то есть если мир сотворен то понятно кто-то восстроил это бог если же мир вечен то есть не сотворен тогда существование этого мира неизбежно обязывает нас прийти к тому же самому что есть божество которое нематериально вот это мысль она чрезвычайно парадоксально то есть в сущности то что нам хочет сказать рамбом что несомненно с его точки зрения верная картина мира что есть бог и мир сотворен но одновременно опять-таки очень по-еврейски тот кто не готов с этим жить тот кто готов жить вот как учили в школе кучила партия включил там платон сократ и аристотель что мир вечен то рамка ведь не волнуйся я смогу нарисовать тебе такую картину мира для которой мир вечен и все равно есть блоки более того это необходимо для существования этого мира поэтому вот этот его подход он чрезвычайно нестандартный нетривиальный за это его критиковали рамбом очень сильно мы про это говорили мы сейчас еще увидим о рамбом пойдет еще дальше да то есть он допускает чрезвычайно смелые заявления и допуски даже методику доказательств это это было и сегодня честно остается не для всех понятно или приемлемо скажем так поэтому это таки сегодня есть дешевые подходы внутри удаизма которые рамбома из-за подобных таких вот людей и пассажей абзацев не изучает таким образом тебе стало ясно что аргументы пользу существования божества его единство нетелесности подавать выводить из положения сети крепко на столе а вечность и не то что вы сказали рамба дезинкративного предполагает вечность мира с тем что оберести полное доказательство вне зависимости от того вечерний мир сотворён чтобы усилить свои логические позиции рамбом исходит по-любому что нужно начинать плясать от табуретки от вечности мира по этой причине ты обнаружишь что во все галактических сочинениях написанных мной всегда когда мне случается упоминать основы основы мироздания и при этом заниматься обоснованием существования божества я обосновываю это в выражениях сейчас будет еще более что-то сложное уклоняющиеся в сторону предположения о вечности я повторяю я обосновываю это в выражениях идущих в сторону вечности мир это одно из очень тяжелых мест в рамбоне на него есть масса масса комментариев я вам честно скажу я самого не до конца понимал и я просто опять таки предлагаю возьмем это как есть одно время опять таки я даже думал что это некая фальсификация фальсификация в рамбоне у нас есть несколько известных мест из средневековых хранилхов мира барбанель который тоже был испанским режим тоже рамбом несколько поколений его труды нескольких комментариев нескольких местах на тоннах фальсифицировали христианские монахи просто вписали и это проблема опять-таки это логично можно обосновать мы знаем мы знаем это по факту что это была фальсификация поэтому иногда бывали подобные вещи была цензура христианская царской россии которые там вычеркивали разные слова и выражения целобзации в талмуде или приписывали что-то мы имели подобный опыт но здесь же опять-таки я обшел поводу что это не фальсификация это дата что рабом пишет и опять-таки его сложно понять но опять-таки поэтому он великий рамбом его изучают и это так легче всего обвинить его что что-то не то написал и поэтому все его книги не верны этого был хоть такой бойцов за чистоту веры который конечно же неверен и неправильным и рабиона потом из герунди с джерона раскаялся о том что в целом ученикам но опять-таки поэтому я предлагаю просто пойдем дальше не будем вдаваться в это место каким образом рамбом всегда пишет что он троняется вечности мира когда он много раз писал что он так не считает опять-таки представляется что это некая некая методика педагоги это происходит не потому что я верю в вечность мира о рамбом видел вопрос про себя но потому что я хочу чтобы существование его да превознесся его имя утвердилось в наших убеждениях путем доказательств путем логических доказательств не путем догматов не путем меча горы огнем не путем насилия а путем логических доказательств которые можно изложить научно которые бы не когда бы не возникали сомнений эти доказательства не могущих быть оскорен никаким образом рамбом ищет абсолютное доказательство и мы не можем допускать чтобы эти истинные истинное воззрение обладающим великим значениям о том что есть бог не распорен опирались на такую основу которую каждый может поколебать о это то что я говорил на прошлом уроке для рамбома важен не только конечный вывод но также путь к выкладке ну приведу пример есть такой подход сегодня среди разных религиозных неофитов люди которые вернулись велики не важно значит вот наука доказала возьмем доказательства из науки так и так чем здесь проблема а если наука завтра докажет обратно то что все религиозного зрения можно тоже отменить есть классический пример на эту тему он называется коды в торе коды в торе да значит это известная идея она развилась опять-таки в конце 70-х начале 80-х когда появились мощные м компьютер первое и значит там при определенным знаниями значит пошагового перескакивания можно вроде как прочитать совершенно другую информацию не только то что написано прямом смысле а также какие-то закодированные вещи по мысли адептов этой концепции опять-таки кого-то это убеждает кого-то не убеждает это все хорошо но проблема если это вот единственно основной способ доказательства божественности тор и что будет если завтра эту теорию проверку найдется еще более мощный компьютер или гениальный ученый что тогда тара не божественно поэтому опять таки подобные доказательства они называются руби из метана до мессоя вещь которая помогает дополнительное доказательство но не основное и не главное поэтому для рамбом а чистота и верность доказательств еврейских принципов веры они не менее важны чем основной вывод и поэтому рамбом не боится брать за исходный вывод что мир вечен потому что он докажет обратно этот он уверен себя и поэтому опять таки рамбом я говорю потому что мы предвидел это вот контрреволюцию когда мир стал более когда только людям дали свободу тут же возник тема секуляризация люди стали бежать из религии из церкви в первую очередь евреи посмотрели что происходило стали тоже уходить из снега а поэтому насилием ничем или заставлять принимать какие-то аргументы как аксиомы когда они теоремы это работает до определенного момента а потом это не работает а потом это ровно оборачивается обратно против тех кто пытался это над обществом закрепить и так поэтому нужно истинное зрение она обладает большим значением и доказательства к нему должны быть не разрушаем а иной другой даже полагает что когда вообще подобная картина не была возведена это тем более относится к философски аргументам которые относятся к этим трём тезис опять-таки существование брестности его единственная телесность основывается на наблюдаемой природе сущего которая не станет отрицать никто кроме того кто будет раз защита определенного воззрения то есть есть некий значит путь философии такой натур философия которая пытается из природы и сокращенного физического мира доказать самые разные вещи примерно звучит вот так смотрите как мир гармоничен как всем все прекрасно не может же быть так случайно длинная 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 значит там может быть километра описание как мир чудесно гармоничен у рабиуда леви опять-таки это тезис звучит примерно следующим образом значит что пришел значит его друг с которым он ведет диск вот этот вот царь хазар значит увидел некий значит прекрасный текст сказал кто его написал сказал ему значит праве никто не написал случайно опрокинулась чернильница так вот классно получились буквы и вот так имеется книга царь хазар нет ну да так не может быть тот же смысл и смотри какой почерк красивые завитушки говорит ему рабиуда леви вот-вот это вот наш аргумент относительно случайности существования нашего мира то есть это опять-таки тоже значит некий такой подход который рамбом имеет сомнения относительно уверенности он считает его не совсем верным и поэтому рамбом видимо видимо не очень согласился с незыблемостью этого аргумента как аргумент подобная картина доказательств она имеет место быть но она не незыблемо она оспарим что же касается аргументов мута камина то они держатся на постулатах противоречащих наблюдаемые нам праве существа в прошлом уроке да как значит если мы что-то видим то это может быть не так это ровно наоборот мы видим воду это может быть огонь значит когда значит после октябрьской агруции в советском союзе был значит эти вот были безбожники устраивали дискуты за веру если в средние века дискуты за веру были какая вера правильная христианство или иудаизм то безбожников все в том что все веры неправильно да значит там значит опять так это все было насилие духовно физическое значит люди не могли себя защищать по настоящему свою веру но примерно сводилось все значит таким простецким аргументом видите стол да видите стол да значит они существуют видите бога нет значит они существуют видите как все просто теперь сегодня есть ровно наоборот есть разные люди которые называемые кировники люди приводящие в иудаизм которые говорят видите бога нет значит он существует все равно наоборот да поэтому опять таки то что мы видим или не видим это неплохой аргумент мы доверяем нашим чувствам да рамбом их называл мишуш осязание освоение нет но тем не менее опять таки это тоже не не строго неоспоримо а уж тем более когда аргументы вот этих мута калимов исламских рационалистов которые говорят ровно наоборот что мы видим своими глазами то в это трудно поверить в дальнейшем я всегда буду говорить о сотворении мира о предназначении для тебя в этом трактате отдельную главу не разъяснить некий аргумент в пользу сотворенности у рамбома есть некий аргумент он его приберегает опять таки для тебя кто это ты ты это вот читатель который сомневается это не его ученик рамбома чик рамбома который пришел к нему через всю европу пришло чуть-то лут он явно знает что бог есть и мир сотворен мы видим опять таки что в основном рамбом апеллируют от растерянными времен в испании иногда она перерыв сам ученику да ты пришел в сестянской европы знаешь что такое троица но его основной читатель на троицу не знаю итак я достигну цели которая будет стремиться всяким и только лимбом всякий мудрец рационалист без того чтобы отрицать природу сущего то очень важно то есть это вот натурфилософию не буду отрицать я не буду спаривать аристотеля ни в чем из того что он доказал очень важное предложение я не буду оспаривать аристотеля ни в чем из того что он доказал опять-таки есть подход такой тоже такой абсолютист у нас все у других ничего рамбом говорит о сладкость ничего подобного есть мудрецы которые были до нас и смотрится который параллельно нам это то что говорит талмуд мудрость в народах верят тому даже продолжает торос единородов этом универторостью и вред да наука божественности мудрости всех народов мира и поэтому рамбом не говорит что если аристотель а он таки да пришел к неправильным выдам относительно божественности то все остальное рамбом а то аристотеля ссоре тоже неверно обратите внимание на то есть рамбом берет аристотеля то что можно брать то что он доказал логикой вот этими всеми гидрометическими науками вещи неоспоримы я охотно это возьму именно поэтому опять-таки рамбом обвиняли что он вот тайный или явный аристотелец этого не скрывает опять-таки то есть рамбом берет все то позитивное что можно взять из гидрометической философии перчуть аристотеля а там где аристотель не прав он с ним открыто не согласен не стесняется это сказать поэтому это очень важный опять-таки вот аргумент в такой вот спокойной мудрости рамбом а то что доказал аристотель я не буду этому противоречить это очень подход который мне нравится симпатизировать ибо тот аргумент который приводится частью мута калима в пользу сотворения мира и который является сильнейшим из их аргументов они не могут основать без того чтобы отрицать природу всего существующего оспарить все что разнили философ древнерских мест вот он сократ аристотель то есть поэтому если мы будем отрицать полностью все начнем сжигать там книги древнерских философов то мы сами немного уберем из-под себя доказательную базу я же получу подобный аргумент в пользу созеряемости нет не оспарья природу сущего не говоря вот это вода на самом деле огонь или огонь вода 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 это вода гонит огонь то есть все что вы видим это мы видим и не прибавляя к оспарню чувствовалось при воспринимаем то есть то что мы чувствуем да наши чувства зрение осязания обоняния разум и так далее я не буду с этим спорить я скажу из того что ведь я считаю нужным изложить тебе общие постулаты мута каллина к вам то что он говорит другими словами чтобы понять идею божественности существования божества его единства и телесность нужно понять общие принципы вот этих вот мутакалин мудрецов рационалистов которые до нас или даже не в нашей религии опять-таки вещь которая сегодня многими распавится в грехском с помощью которых этих постулатов мутакалин эти вот рационалисты мудрецы объясняют обосновывать соперенность мира существования божества единства и нетелесности я покажу тебе их путь во всех вопросах я расскажу тебе что с необходимостью следует скажем из постулатов то что мы говорим что рамбом не только приводит изложение некой веры как он приводил ваша реуму от озера также чтобы логично вытекает из этого и если там проблемы и не требует меня в этом трактате горы новым доказательств истинности философских постулатов служит без кранца да в этом состоит большая часть науки о природе и теологии внимание рамбом видит нет не единую науку который называют наука природе и теологии то есть рамбом не разделяет строго говоря биологию физику также не жди от меня услышать в этом трактате доводы приводимы мутакалин или утверждения своих постулатов я не их апологет я их не защищаю я привожу вкратце их мнения но не более того ибо на это потратили они своей жизни как тратят свои жизни те те придет след за ними и может они свои трактат из рамбом умекает что они не совсем верным путем ведь каждый из этих постулатов их рационалистов за немногими исключениями противоречат наблюдаем природе сущим порождают сомнения поэтому они приблигают к сочинительству и славоприям вот пишут годами и всю жизнь еще обрюдят люди за ними и будут писать бесконечные тракты да значит с бесконечными словами да значит отрицая наблюдая явление противоречия тому что они пишут что-то противоречит их теории тем хуже для факта то есть у них есть теория они доказывают ничего не может им помешать что же касается тех философских постулатов которые я изложу тебе вкратце для казахистов трех искомых тезисов поменутых выше я имею ввиду существование божества будет единство и телесность в большинстве своем это постулат и достоверность которых убедишься сразу же то есть не нужно писать тонны книг сразу убедишься как слышишь разумеющих мыслей некоторые из них направят тебя к местам в книгах физики и метафизики да он по трампам иногда ссылается на метафизику аристофе где содержатся доказательства так что обратиться местам удостовериться в том что возможно требуется достовериться я уже говорил тебе о том что ничего кроме бога да пронесется он и нет ничего кроме существующего бытия этого наш мир нет ничего что могло оказать нам на него да пронесется он кроме всего этого сущего как в целом таких детали то есть с одной стороны все в мире бог с другой стороны ровно наоборот на чего ничто не указывать не доказывать нет указателей сто или тысяч километров вот приехать то есть бог везде все в мире бог кино что они и ничто на него не указывает поэтому совершенно необходимо рассматривать наличие наличное бытие существующие на мир и нашу реальность таковым как она есть я вас основать посылаться на наблюдаемой природе то есть на физике не на метафизики нужно сперва познать его наблюдая форму природы затем построить заключение от того что отлично от него это он первым делом рампом послать всех философов изучать физику астрономию основы основные науки а потом на основании того что мы узнаем обращаем нас мире вот тогда мы сделаем заключение соферен был мир или он вечен по этой причине я счел необходимым поместить на человек главу в кое я пишу тебе повествовать на форме все сущее в целом то есть как устроен мир а мы пишем там на основании тогдашних научных познаниями мы не будем это читать сегодня картина гораздо более сложная но тем не менее опять-таки это очень очень интересный подход да что какие-то теологические выкладки из натурального мира нужно хорошо знать и изучать не сторониться ноги и вслед за этим я предложу тебе другие главы и расскажу тебе по словам тахмута калима исламских рационалистов раз разъясную их пути с помощью которых они посняют 4 упомянутых тезиса далее напишу тебе главы где разъясню постулаты философов их аргументации то есть а после этого изложу тебе вкратце подход который я сообщил тебе после этого ты слышишь мой вопрос окей поэтому сенсор вторая глава это опять-таки вот изложение мира арабам научной точки зрения с естествознания которое было тогда на тот момент опять-таки он приводит здесь тупо стен например значит есть два человека зайд и умар там вася и петель скажем вот так же как мы знаем что не существует и вот там работа приводит вот например дверь которую заяц сделал так и так далее так далее так далее опять-таки это конечно картина мира она нам не нужна нужна но нас интересует что-то более интересно мы сразу перейдем вот там где рамбом написал и изложить взглядом и пока лишь это 75 глава первой книги я разъясню тебе в этой главе также аргументы в пользу единобожия это то что мы сказали что бог один согласно воззрениям у таковин согласно воззрениям исламских рационалистов они говорят тот на кого указывает сущее как на своего мастера причине существования едины имеются два главных способа для обоснования единобожия путь противодействия и путь разногласия так рамбом их называют часто объяснит он что это такое путь первый путь первый это путь противодействия предпочитая большинством из утокали смысл его состоит следующим при вернемся этого пути говорит если бы было два божества по изначально предположение что есть два бога сейчас мы рассмотрим это калим что это неверно это не работает неправильно против против противопоставим одного бога другому допустим что их два и скажет плохой и хороший так если бы у мира было два божества и субстанция которая не может забежать одной из двух противоречий противоположности необходимости было бы либо свободно от них обоих от обоих обоих их влияние что абсурдно либо совмещал противоположности в одно и то же время в одном то же месте что тоже абсолютно например если бы один бог например пожелать в данный момент некую субстанцию не жидкость разогреть стакан воды а к примеру а 2 охладить стакан воды 1 богу богу хочется горячего чая а другому холодного чая то они эти жидкости либо они будут не теплыми не холодными ведут взаимное исключение а это абсурдно так как всяка тела должна воспринять одну из противоположности один из богов на него влияет либо данное тело окажется теплым и холодным одновременно что само по себе невозможно что у нас выходит если у нас два бога одновременно охлаждают и нагреваются таком чая то или это аннулируется взаимно как было так и остался или одновременно горячий и холодный что не может быть подобно этому когда один из богов воображаемых вознамерится привести в движение некое тело планету звезду потому что другое может пожелать остановить его из вредности до такого бога против и тогда она необходимо будет либо недвижимся непокоящимся либо держишься одновременно то есть то же самое относительно холодно-горячего чая то есть либо планета которые решили запускать по орбите движется и стоит одновременно либо этого равнейшего другого в ноль аргументация подобного рода построена на атомарной гипотезе нужно объяснить что это морная гипотеза в их времена это не мы так сегодня переводим атом они то называли мельчайшая частица то есть даже в средние века значит более на древних веков была некая уверенность что есть некие мельчайшие тела которые значит дальше уже не раз не разбираются на еще более маленькие все это некая минимальная единица материи так как мы знаем что атом в атоме там еще много чего интересного есть значит поэтому атомарная гипотеза это гипотеза что все тела состоят из каких-то вот мельчайших частиц и так реализация этого рода построена атомарная гипотеза представляющая собой первый постулат на постулате отворения акцидентов на постулате о том что отсутствие свойств есть нечто существующая и нуждающая в действующей причине окей акцидент теория акцидентов это тоже пока оставим вместе с таком следующем уроке это будет более интересно ибо если утверждать что низшая материя в которой согласно взаиме философа чередуется возникновение уничтожения нищая материя наш наш мир самая низшая материя это вот биологические виды скажем трава растительность то вот это вот низшая материя в ней чередуется возникновение уничтожения отличается от высшей материи высшая материя это небесные тела звезды планеты от субтрата небесных сфер то в этом случае ник никто мог бы заявить что есть два бога теоретически теоретически некто мог теоретически заявить один управляет низшей материи его действия не затрагивают первую материю как полагают на лист и тогда согласно этому воззрению не было бы никакой неизбеженности возникновение противодействия здесь опять-таки рамбом немножко дают картину того что писал их стоят и допустим или что бог не затрагивает нижние миры для них не положу наш нижний мир должен природы а можно предположить есть такие предположения мы знакомы с такими людьми сегодня что есть некий там строго говоря там бог творец мира бог отец есть некий более значит божества близкие к нам в нашем мире вот есть еще так называемая первоматерия значит у греческих философов была следующая идея значит есть некая первоматерия с которой бог сотворил мир в начале потом пошел развиваться там может его миссия прекрасно стоять это уже не критично и вот это вот первая материя она где-то все еще где-то существует если нужно бог там долепляет как будто там разные вещи которые нужно поближе не могу делать и послать наш мир естественно рамбом называет подобные взгляды дуализма это что мы гринь как зарастрицы дуализм да то есть двойственность неважно это хороший бог или плохой не важно это бог верхнего мира либо в нижнего мира неважно это бог отец сын и кто угодно да это все дуализм поэтому рамбом первым делом рассматривает этот пример представим что есть два бога и то есть это очень распространенная гипотеза что в мире все делится на 2 на плохой на хорошей и согласно этому мировоззрению согласно этому дуализму не было никакой неизбежности в возникновении противодействия окей если же кто-то скажет что в таком случае случае дуализма два бога каждый из них будет из этих богов будет несовершенен поскольку не распространяется тем чем распоряжается другой то есть каждый из них ограничивают друг друга из этих богов то ли верхний то ли нижний то ли правый то ли левый то ему возразят на это утверждение что здесь нет несовершенства ни для одного из них ибо воздействие на ту вещь которая не касается его действия для него невозможно а для деятеля не является несовершенством не способность совершить невозможно окей здесь опять таки намекает на такие все знаменитые философские вопросы может ли бог сотворить камень который не может поднять и тому подобные вещи опять таки это все вот софизм и схоластика абсолютно теоретические вещи которые по определению невозможно так мы община из предыдущих единобожия обратите внимание мусульманин тоже может может санализироваться с этим выражением он не пишет мы община евреев пишет мы община следующий единобожий не видим совершенства единого в том что он не может сочетать две противоположки в одном субтракте то есть то что невозможно создать одновременно горячий холодный чай мы не грибах это недостаток бога значит чего-то он не может или как поэтому же бог не может создать камень который он не может поднять сама значит он не полуосовершенство мы так не говорим и так и мы не говорим на то что его могущество не распространяется на другие столь же невозможные вещи так и тогда когда мута коли мы подметили слабость этого пати логическую проблематичность хотя и было нечто поверьших к этому они избрали другой таким образом это вот первый путь доказательств исламских националистов и противодействия что если бы было два бога то это невозможно мир не может функционировать спустя почему два пачки почему 10 почему не политоизм поэтому это хороший вопрос но опять таки мы если дойдем нас будет бритва окамата следующем уроке второй путь они сказали ну так или если есть два бога то должен быть один эдос объединяющих и другой эдос имеющиеся одного но отсутствующего друг отсутствию другого определяющие различия между ними окей сейчас нужно понять что такое эдос эдос это такое это термин вереской философии означает в таком переводе лик вид образ термин отечественной философии и литературы первоначально обозначающий видимо то есть то что видно глазом со со временем получил 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 еще более глубокий смысл конкретная явленность абстрактного вещественная данность мышления короче это способ организации или существования объекта в средневековой современной философии категория 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 структура депратирующая семантику любого определения эдос и термин античной философии означающий конкретную явную данную нам визуальность есть у аристотеля у платона сущность если сказать по-простому это образ сущность это образ который мы видим сущность которую мы видим и понимаем и так если у нас есть два бога то не должна быть сущность которых объединяешь есть другая сущность который хоразина иначе если они полностью одинаков зачем два может быть сделан 1 то есть другими словами если есть два бога то у них должно быть что-то общее вы должны быть что-то полностью различающие между ними способ это становится философскими доказательством в том случае слепой приходится последовательно доказывать одна за другим и родной предпосылки люди друг другом я здесь не тебе эти предпосылки когда буду излагать возле философ по этому вопросу дальше не в этом кроме того данный путь неприменим в рамках доктрины которые поддержатся те говорит в атрибуты поскольку их по мнению вечно вознется он есть несколько различных эдосов то есть мы бы сказали сегодня аспектов да это вот мы бы сказали сегодня ну как разные имена всевышнего который подчеркивает разные стороны разного имена подчеркивает разные сути это вот эти вот это все это вот сути таки и так и если приветствовать дому все целом есть несколько различных эдосов и аспект знания для них отличен от аспекта могущества аспект могущества это чисто поле и так далее то есть есть категория бога всевышнего могущества что он всемогущ это может есть категория мы прошлом уроке упоминали канта да значит метафизику а есть аспект воли что то что всевышний хочет то он осуществляет да языке тламута медраша это написано, да, значит, что Всевышний смехается, говорит, посмотрим, что получится, то, что вы задумали, или то, что я задумал, да, то есть это вот аспект воли, что Всевышний ему не безразличен наш мир, но не просто не безразличен, он еще может провести свою волю в жизнь, да, что он все могу считать, так вот. Тем самым, не исключается, что каждый из двух божеств будет ладать несколькими аспектами, в том числе общими и отличительными. Значит, значит, вот этот вот второй, значит, путь, доказательств Всевышнего, значит, что он говорит, да, что есть, значит, у разных божеств разные аспекты. Один Бог воли, другой Бог всемогущества, третий Бог, не знаю, назовем разума, то, что Всевышний знает все, и так далее, и так далее, и так далее. Это с одной стороны, то есть они вроде как отличаются друг от друга, и тогда понятно, зачем они нужны. Эти разные бога, а с другой стороны, у них есть общая, то есть и у этого Бога есть воля, и у этого Бога есть воля, и у этого Бога есть воля. Тогда окажется вопрос, а зачем они тогда нужны? Разные, если можно ограничиться одним. то есть это такая вот логическая схема которая говорит давайте гречимся одним богом но это предположение это хорошее пожелание такие доказательства здесь можем опять-таки упомянуть бритва акама бритва филипс и так далее не физическая был был значит такой монах францисканец он сформулировал следующий принцип не следует множить сущие без необходимости или и следует привлекать новые сущности без крайней на то необходимость то есть если можно что-то минимизировать то это лучше сделать бритва карма формирует базис металлогического редакционизма уменьшения или принцип бережливости принцип экономии так далее и так далее да поэтому вот здесь во втором пути это вот приводится пример давайте возьмем бритву акама и зачем плодить боков если можно гречеса 1 еще раз это предположение и это то что важно понимать следует однако важно помните битву акама это не аксиома презумпция презумпция это положение до геостриденции то есть это некое предположение которое нужно доказать это что это презумпция верна это не факт может быть верна может быть не верна нужно доказать поэтому опять таки второй путь мутакалин да давайте уменьшим рационализируем наше значит народное хозяйство богов сделаем их поменьше минимум богов это 1 0 конечно не берется в расчет а то что это это некий доброе размышление это некая презумпция предположения но никак доказательства быть не может окей путь третий есть также путь нуждающийся в одном из поступок принимаемых приверженцем этого пути некая аксиома необходимая для третьего доказательства именно некоторые из них ранее представители калама вот акалин верно в том что бог волит волей которая не есть аспект давающийся к его сущности это ибо эта воля не имеет субстрата субстрата так писал знаменитый аль-шахристане в соответствии с этим постулатом который мы изложили они говорят что единственная воля лишенная субстрата не может наличность обоих богов мы опять-таки в положении что богов два по их словам одна причина не вызывает двух средств и двух разных сущностей да я упоминал за прошлом уроке да что там есть правило что два пророка могут говорить в одном стиле но не мог говорить того же самого одинаково это же пророки здесь как бы что-то нечто похожее да что если есть две сущности два бога и одна они разные если они одинаковые зачем они два с одним их в один если они разные тогда некая первопричина не может вязать на одинаковых консеквенцев одинаковых последствий двух этих разных сущностей это как я тебе уже указывал объяснение понятного через еще более непонятно то воля которой они говорят непредставимо а помню некоторых и невозможно сторонников этого третьего пути возникают из этого многочисленные трудности которые используют они они для доказательства единобожия в общем опять так это не доказательствами еда божия по рамбаму значит а именно что некая значит воля она воля это некая внешняя значит добавочная стоимость творца я не совсем до конца тоже понимаю что имеется ввиду путь четвертый путь четвертый это вот это очень очень важный путь они говорят это колено существование результата действия с необходимостью средства действующему не касается несколько действующих то есть у нас есть результат нашли это говорит о том что кто-то действовал бог создал но не указывает на несколько действующих нет и китайцы что это было несколько и нет разницы между утверждением что богов 2 или 20 другое число это ясно и очевидно это то что мы сказали да вот относительно пункта 2 да давайте редуцируем уменьшим число богов и это то что мы сказали это что-то вроде бритвы окама и на самом деле до бритвы окама аристотель про это рассуждал что число отделенных интеллекта должно соответствовать число сфер это физики и бен руш про это писал фалакфера про это писал даже саде агаон и минут выдает верование мнения вторая книга 1 глава станица 84 первая часть седьмая глава 3 доказательства и так далее так далее так далее то есть вот этот вот принцип редуцирования богов да он существует сущности почти самого начала сотворения поэтому это не что-то специфически относятся только калин и теологам ислама да значит то есть с их точки зрения опять таки неважно политизм это два бога или 122 нужно сокращать число богов так требует наша логика если так сократим уже до 1 опять таки что абсолютно не искал сократить до 1 но поскольку можно возразить что этот аргумент бритва каму что число богов нужно уменьшать не доказывает невозможность множество множественности в божестве он не доказывает что богов немного он только указывает на незнание нами числа богов может быть он один может быть их много как велика времен один из метоколимов дополнил так жательство сказавшествование божество необходимо а невозможно и поэтому возможность множества богов исключается то есть это аргументация близка к тому чтобы трампом что как не посмотрим мир сотворен или вечен бог необходим значит были и исламские теологи которые не то же самое иными словами необходимо по крайней мере один бог меньше нельзя возможно что богов много но поскольку бог необходимо сущий а невозможно сущий то есть без него нет жизни без него нет мира он маст необходим то если мы сказали что мол это возможная функция или есть или не можете что без него тогда можно было предположить что богов много но так как бог необходима сущные то несколько любого быть можно что один этого вкратце аргументация четвертого пути наверно здесь остановимся если вы не устали и продолжим следующем занятии на 4 5 путь это камень который мы потом опровергли на месте опровергай вопросы по сегодня у матросов нет вопросов никто не пишет не спрашивает здравствуйте поэтому россии термин монотеизм условный термин монотеизм это вот бог один гораздо проще объяснить что богов много потому что это гораздо более проще и поэтому мы видим что рамбом спорит из философами и с исламским мудрением лицами которые вроде как хотели лучшего даже момент когда логический путь не верен то она не стоит того поэтому действительно истинный монотеизм эта штука довольно сложная именно так и поэтому рамбом пишет эту книгу опять-таки люди предбывают заблуждение евреев средневековой испании да и только евреев пишет очень травмы за том что вы мусульмане могли читать его книгу как-то сигнализироваться возможно да и поэтому сегодня даже читая и не имея четкую картину физического мира как мы все равно нам это сложно поэтому действительно и мы видим потом что рамба будет описывать бога так называемый концепт в отрицаниях что можем написать что бог не мы можем что бог да будет про то говорите у него будут главы и в заблудших и в халахе в мишне тура о том какими эпитетами термин бога награждаем да кстати вот все эдосы эдосы сути да значит опять-таки греки в сущности заложили все эти эдосы во всех своих там богов которых был вагон и маленькая тележка иудаизм опять-таки все эти эти же эдосы все эти лики сути все возносят к единому всевышним и это гораздо тяжелее гораздо объяснить как одновременно бог милосердный и он бог воинства два противоположных аргумента два противоположных эдоса и так далее и так далее и так далее и так далее и даже милосердие можно по-разному воспринимать поэтому несомненно монотеизм если упрощать его рамба не упрощает эта штука ого нелегко именно поэтому опять таки круги в иудоизме которые не изучают философии насуществует то что они говорят что штука настолько сложно что может сбить пути лучше не будем изучать как будем взять простые вещи там все более-менее понятно где право где лево где границы а тут если рамбом плящет от противного и горит я горит буду писать всегда сторону что мир вечен только чтобы доказать обратно это будет заблуждение даже там правоверное время если хотите а что же гречи которые вообще колеблется и туда и сюда поэтому опять таки сложность и монотеизма и его объяснение философии как таковой она действительно отталкивала многих это я упоминал что и сегодня есть направление в предоизме вешивы которые философия не учат которые это кирамбома не отрицают они учат они учат его книги по аллахе там все хорошо а все остальное не меньше книги рады уда леви рады баха был такой и так далее да поэтому опять таки раньше когда вот рамбом все написал из-за море на высунду не только да значит то есть там вот он что написал один абзац такой вот который все все его книги все что он неверно сегодня мы уже научились более ассоциативно воспринимаем то что нам нужно чем они согласны мы не воспринимать на языке мишны это называется скушал плод а кожуру выкину как упоминаются взаимоотношения рабе мейера и хера знаменитый мудрец подели шага набуя он смотрится талмуда стал ровно наоборот стал предателем атеистом пособником любя все что самое плохое все что можно одновременно и написано что все его оставили и передали анафины и проклятия рабе мерне проблем с ним общался и учился у него и даже когда значит субботу не мучил учился когда он там ездил на коне нарушая субботу и это то что сказали мудрецы по том что размер умел отделять одно от другого от от хлебных крошек поэтому мы сегодня который может быть не всегда умеем один от другого может быть в этом нет смысл тот кто слаб духом слабы интеллектуально может быть это нормально но нельзя сказать что рамбом этого не писал и опять-таки это он подтверждает это его заключительная работа он подтверждается что ты солдатом это некий секунд некое заключение поэтому несмотря на сложность нужно до пытаться его читать и пытаться понимать и так все что поем хорошо хорошо тогда у меня на сегодня все до воскресенья воскресенье как обычно в то же самое время спасибо спасибо что ты все хорошо всем до свидания шалом шалом